Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. В начале июня библиотеки Подмосковья вновь открыли свои двери для посетителей о работе этих учреждений культуры в нашем муниципалитете. Мы сегодня поговорим с Еленой Хворостьяновой, директором библиотечно-информационного и методического центра Одинцовского округа. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Евгения. Елена, давайте начнем по порядку. Чем занимается Ваш центр? Я так понимаю, что это не все библиотеки округа, а их часть. Какие библиотеки относятся к центру? Да, библиотечно-информационный и методический центр Одинцовского городского округа включает в себя библиотеки города Одинцова, Звенигорода и Лесного городка. Всего в нашем учреждении 11 полноценных библиотек. Помимо этого, у нас есть информационный отдел, методический отдел, отдел комплектования. И хочется отметить, что эти отделы, они осуществляют свою деятельность не только в рамках работы нашего учреждения, но и оказывают методическую информационную помощь всему Одинцовскому округу, всем библиотекам Одинцовского округа. А также у нас работает отдел комплектования, который также обеспечивает книгами, новыми изданиями все библиотеки Одинцовского городского округа. Другие библиотеки у нас, они входят в состав домов культуры, домов молодежи, какие у нас есть на территории. Читателям вход разрешен. Со 2 июня в Московской области заработали библиотеки. Что может предложить посетителям библиотека номер один? Узнаем прямо сейчас. Вход разрешен, но только после процедуры, которая за период повышенной готовности стала для многих уже привычной. Здравствуйте. Добрый день. Давайте измерим температуру. Пожалуйста. 36,8, все в порядке. Спасибо большое. Охранник на входе в библиотеку будет не только измерять читателям температуру, но и проверять, есть ли они в списках. Пока вход в учреждение культуры только по предварительной записи. Человек может позвонить, записаться на определенное время. Библиотекарь попросит оставить контактный телефон. Также человек должен сообщить, какие книги он хочет взять. В течение часа наши библиотекари будут готовить этому человеку книги. В течение часа библиотекарь перезвонит читателю. Скорее всего, скажет, когда можно прийти за книгой. А вот если ее в наличии нет, предложат замену. Разбираю формуляры. Выбираю формуляры читателей, которые должны от книжки уже три месяца и больше. Ждем их возвращения в нашу библиотеку. И напомним о себе звонком. Сотрудники библиотеки готовы принять первых читателей. Помещение продезинфицировано. На пол нанесена социальная разметка. Санитайзеры под рукой. Хочется также очень попросить наших читателей, в связи с нашей обстановкой, чтобы приходили строго в маске и с перчатками. У нас имеются ручки, но лучше будет, если человек также принесет с собой ручку, потому что заполнение формуляров мы не отменяем. 15 минут на одного читателя, на руки не более пяти книг. Пока посетителям придется соблюдать установленные правила. Это необходимо для их же безопасности. Двери библиотеки будут открыты с 10 утра и до 9 вечера. Елена, все ли библиотеки сейчас открылись после, скажем так, пандемии коронавируса? Все ли готовы принять читателей? Библиотеки Одинцовского нашего библиотечно-информационного и методического центра открыты полностью. То есть некоторые библиотеки мы открыли сразу же 2 июня. Часть библиотеки были открыты по готовности, часть библиотеки были открыты после. И 1 июля все библиотеки Библиотечно-информационного и методического центра приступили к своей работе. Хочу отметить, что мы продолжаем работу в ограниченном режиме и просим наших читателей с пониманием относиться к этому. Это для их же безопасности, я так понимаю. Да, да. У нас также сохраняется масочный режим. Я обращаюсь ко всем нашим посетителям, посетителям библиотек. Не забывайте про маски, не забывайте про перчатки, потому что это ваша безопасность и безопасность наших сотрудников, ваших знакомых, друзей и родственников. Помимо этого, у нас также сохраняется режим измерения температуры на входе. В каждой библиотеке бесконтактно измеряем температуру. Помимо этого, ну, как я уже сказала, маски, перчатки просим с собой приносить, не забывать. Также у нас соблюдается режим недопуска к фонду, библиотечному фонду. То есть человек приходит, сейчас мы не работаем по записи. То есть изначально, когда мы приступили к работе, мы работали только по записи, по телефону люди звонили, говорили, когда они готовы прийти в библиотеку, говорили, какие книги они хотят получить. Библиотекари отрабатывали этот заказ, созванивались, говорили, что такие книги есть, таких книг нету, может быть, что-то другое. Человек хочет почитать, готовили, так скажем, заказ, и к определенному времени человек приходил, забирал книги и уходил. К фонду не допускали. Сейчас мы работаем в открытом режиме, то есть не надо заранее записываться, человек может спокойно прийти, но при этом к фонду, к сожалению, мы не допускаем. По стандарту мы работаем, который был утвержден Роспотребнадзором. Человек приходит, говорит, что ему надо, библиотека идет, ищет эту книгу, приносит. Помимо этого, недовольство проявляют некоторые читатели тем, что не все книги есть в наличии. Может быть, книги и есть в наличии, но мы соблюдаем режим карантина книг. То есть книги, которые к нам поступают в библиотеку, мы их, так скажем, относим на карантин. И мы обязаны выдержать пять дней, то есть у нас книги лежат в отдельном помещении пять дней. После этого они выставляются вновь на полке. Поэтому тоже прошу наших читателей с пониманием относиться к этому вопросу. Ну да, это же опять вопрос безопасности. Все сейчас очень боятся второй волны. Так вот специалисты говорят, что второй волны не было. Нужно немножечко потерпеть, поносить маску, где это положено. Ну и вот такие ограничительные меры тоже нужно принимать, потому что это исключительно во благо, а не из вредности, например, библиотекарей. А вообще после пандемии, скажем так, спрос на библиотеки, на книги упал, вырос? Ой, это, конечно же, очень интересный вопрос. Очень актуальный вопрос. Потому как многие думают о том, что библиотеки первым делом открыли библиотеки, потому что никто туда не ходит. Поэтому как бы, чтобы... Не страшно. Не страшно, да. Я хочу сказать, что это ошибочное мнение. Потому как мы открылись 2 июня, часть библиотек открылись 2 июня, первого был выходной. Первого числа мы разместили афишу с нашими правилами, с графиком работы, с тем, что вот как мы будем работать. Первого числа мы разместили, вечером-вечером у нас соцсети, у нас электронная почта, у нас телефонные звонки, они просто обрывались. То есть люди записывались, люди составляли списки, какие надо. То есть у нас библиотекаря, честно, получается так, что книговыдачи и посещений у нас немного, потому что мы работали в режиме на каждого человека по 15 минут, не больше и не меньше, да, то есть по записи. Но при этом библиотекаря и методисты, все сотрудники библиотеки в этот период, первые 2 недели, наверное, работали просто в режиме нон-стоп. То есть это принять звонки. Один человек на звонках, другой человек на подборе литературы, третий человек на соцсетях, четвертый человек на выдаче, книговыдаче. Это хорошо, что в библиотеке есть 4 человека это занимается, а есть библиотеки, где всего 2 библиотекаря. И все. И вот эти двое, они держали весь этот наплыв на себе. Я хочу сказать, что наши сотрудники, это просто уникальные люди, которые с любовью относятся к своей работе, с любовью относятся к читателям. Потому что очень было много негатива со стороны читателей, этот масочный режим, многих он раздражает. Естественно, кому прийти рассказать, на кого все это выплеснуть, на библиотекаря, да, то есть высказать свое недовольство. Хотя сами библиотекари, они соблюдают те правила, которые установлены законом. Соответственно, в рамках закона мы работаем. Но у нас вот сейчас, сейчас уже мы пошли в ритм, уже и наши читатели немножко привыкли к этому режиму. Но первые две недели это был у нас просто нон-стоп. Кстати говоря, библиотекарям-то тоже приходится терпеть определенные ограничения, они же наверняка целый день в маске сидят. Конечно. Это маска, это защитный экран, это перчатки. Вы попробуйте весь день просидеть в перчатках. Во-первых, и записи делать неудобно, и книги смотреть, ну, это неудобно, это неудобства определенные. Но я говорю, что в нашем учреждении, да не в нашем, в учреждениях культуры работают просто уникальные люди, которые, которым, не знаю, памятник надо, наверное, оставить. Которые, я так понимаю, еще и не боятся выходить за определенные рамки. Например, в первой библиотеке очень много онлайн-мероприятий и очень интересные рубрики вы ввели. Вот будут ли они продолжены после пандемии? Это не только в первой библиотеке. У нас есть библиотеки, у которых, ну, основное направление онлайн-работы ведется в Инстаграме. Есть библиотеки, которые работу ведут онлайн в ВКонтакте, да. У нас у каждой библиотеки есть свои соцсети. И каждое учреждение, каждая библиотека, у нее свои рубрики. Есть те, кто ставит кукольные спектакли, да, у нас библиотеки. Есть, конечно же, вот, если вы сказали, в первой, мы ввели и, знаете ли вы, Одинцова, и в гостях у сказки у нас было. Но я хочу сказать, что во время пандемии, когда мы работали в режиме онлайн, мы пробовали. Все пробовали и смотрели, какая рубрика найдет отклик. То есть были рубрики, которые мы же отслеживаем, посещение, лайки, все это. И были рубрики, которые мы видим, что, ну, не интересуют они жителей, соответственно, мы их закрывали, придумывали что-то новое. И сейчас, я хочу сказать, несмотря на то, что мы уже вышли из режима онлайн, мы продолжаем эту деятельность. Конечно, не все рубрики, а вот именно мы отследили те, которые пользуются спросом, которые люди смотрят с удовольствием, лайкают. Мы их, конечно же, продолжаем. И я так думаю, пока пользуются спросом онлайн-деятельность, мы ее будем продолжать. А какие сюрпризы еще приготовили для читателей, для посетителей вот в этом сезоне, так скажем, может быть, в летнем сезоне? Хотелось бы отметить, что с 1 августа мы заключили договор, наше учреждение, библиотечно-информационный методический центр заключил договор с парком культуры, отдыха и спорта. Мы его все называем парком Нелозутиной. Мы с ними заключили договор, и по субботам, каждую субботу в 14.00 сотрудники наших библиотек проводят на территории парка летний читальный зал. То есть каждую субботу, 1 числа это было открытие масштабное, в следующую субботу это мастер-классы, это квесты, это различные конкурсы. Это конкурсы даже в поэзии, они читают книги с детками. Мы вот так работаем. Также мы хотим продолжить эту работу и в парке Раздолье. Это уже немножко неудобно, потому что он далеко от города Одинцово, но парк Раздолье, руководство парка, оно пошло навстречу. Даже есть автотранспорт, который будет доставлять наших сотрудников для того, чтобы мы проводили работу в летнем читальном зале в парке. Потому что это на открытом воздухе, это интересно, люди будут узнавать о том, что оказывается есть в библиотеке тот, кто не ходит. Хотя таких, я думаю, очень-очень мало. Будем так работать в летний период. Читатели, на которых просто выдана литература, они будут высвечиваться черным, как вы видите. А кто будет у нас являться должником, он высвечивается красным. В ногу со временем, несмотря на возраст. В этом году городской библиотеке Звенигорода исполняется 120 лет. Найти литературу по вкусу здесь могут и взрослые дети. В фонде около 30 тысяч книг. Чаем, обоим вот этот. Спасибо вам большое. Георгий Босняцкий, руководитель литературного объединения Звенигорье, принимает поздравления. Повод не только день рождения. Теперь он заслуженный деятель культуры России. Одним из первых с присвоением почетного звания литератора поздравил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. В ответ получил не только слова благодарности, но и подарки. Один из них – альманах Звенигорье. Это наша гордость общая, я считаю. Нашего Дюнивера, библиотеки. Мы совместно с ними под их крышей много лет работаем. У нас 11 членов стало, членов союзописателей, несколько академиков Академии русской словесности. Поэтому мы растем. В ходе встречи за чашкой чая поговорили и о проблемах. Например, местным актерам есть где выступать, но негде репетировать. А у художников нет помещения для хранения картин. Андрей Иванов заверил собравшихся – проработка этих вопросов займутся в ближайшее время. Сейчас я так понимаю, что библиотеки – это такие полноценные учреждения культуры, но фактически культурные центры, где можно не только взять книжку. Вот, например, библиотека города Звенигорода. 120 лет ей исполняется в этом году. Ее функционал также широк? Или вот там все по старинке – взять книжку, создать книжку? Нет, нет, нет. Смотрите, наше учреждение было создано путем слияния библиотеки города Одинцова, Звенигорода и Лесного городка. Я знакома со всеми учреждениями, со всеми сотрудниками была в каждом учреждении. Хочу сказать, что в Звенигороде и в том же самом Лесном городке библиотеки не хуже, а в каких-то даже, в каких-то случаях даже лучше, чем библиотеки города Одинцова. Есть такое. В Звенигороде три библиотеки. Это Звенигородская первая библиотека, вторая Звенигородская библиотека и детская библиотека. Детская библиотека и первая, они располагаются в одном здании, на первом этаже взрослая библиотека, на втором этаже детская библиотека. У них фонд очень хороший, достойный. В детской 20 тысяч экземпляров, взрослые 25 тысяч экземпляров. Это довольно-таки хороший показатель. Там есть полноценные залы, где проводятся различные мероприятия. Там проводятся и фотовыставки, и выставки художников. Там собираются Лито. У них замечательное в Звенигороде Лито, Звенигорье. Люди, которые действительно любят поэзию, любят литературу, любят библиотеку, самое главное. Они постоянно тоже собираются на базе, публикуют свои альманахи, свои сборники. Абсолютно та же самая работа в Звенигороде и в лесном городке, такая же, как и в Одинцово. Елена, а ты чаще всего является читателем, посетителем библиотеки? Это люди в возрасте или это совершенно разные люди? Люди в возрасте от 40 до 50 лет, вот эта категория, у них самый низкий показатель посещения. То есть у нас, начиная с трех лет, есть литература для детей, для самых маленьких, есть для дошкольников, есть для школьников младших классов, школьная литература. Когда люди говорят о том, что молодежь не посещает библиотеки, не верьте. Очень много молодежи ходят в библиотеку. И не только ходят для того, чтобы посидеть, попользоваться бесплатным интернетом, в гаджетах где-то. Нет, очень много молодежи пользуются компьютерами, которые у нас стоят в библиотеке. Но помимо этого очень много и берут литературу. Также пенсионеры ходят, они всегда ходили и будут ходить, я надеюсь. Очень много людей, вот я говорю, но самый минимальный такой показатель, это люди в возрасте от 40 до 50 лет. Может быть, да, работают. Я не могу объяснить, с чем это связано. А вот начиная с трех лет детки ходят. И взрослые, и молодежь все ходят. Мы про летний сезон поговорили. Или вот такие более дальние планы есть по развитию библиотек? Смотрите, мы сегодня прорабатываем, вот в настоящее время, так как мы в летнем периоде, понимаем, что все, кто на даче, кто в отпуск, конечно. Да, поехали все-таки люди в отпуск. И летом у нас поток посетителей, он немножко снижается. Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы с 1 сентября запустить уже наше системное расписание. То есть в каждой библиотеке будет работать системное расписание, оно будет во всех соцсетях, оно будет на сайте. Мы постараемся это разместить в наших печатных СМИ Одинцовского городского округа, где будет чутко прописано, что в первой библиотеке в понедельник в 12 часов будет работать такой-то кружок, такое-то направление, такой клуб. В 15 такой-то клуб. То есть и по каждой библиотеке, по каждому дню недели будет расписано, что мы предлагаем нашим посетителям. Хотелось бы отметить, что часть из этих кружков, клубов будут платные, да, потому что платная деятельность, никто ее не отменял, и мы тоже хотим идти в ногу со временем, тоже хотим оказывать такие услуги. И тем более они востребованы. И плата наверняка не большая. Не большая, конечно же. Мы муниципальные учреждения, поэтому у нас цены будут очень демократичные. А помимо этого, заранее забегая, приглашаю всех жителей Одинцовского городского округа 29 августа на День открытых дверей. Эта акция будет проходить по всей Московской области и в том числе в Одинцовском городском округе. Во всех библиотеках Одинцовского городского округа будет День открытых дверей, где посетители смогут как раз-таки познакомиться с услугами, которые предлагает библиотека. И поверьте мне, к 29 августа мы подготовим очень обширную программу, чтобы удовлетворить любого посетителя, любого нашего читателя. Я надеюсь, что мы тоже сможем посетить День открытых дверей. Библиотек, спасибо большое, Елена, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.